приветствую друзья мои с вами Садридин и сегодня я собираюсь написать новую картину на холсте размером 30 на 40 инч холст у меня льняной грунтованный белой краской масляной сегодня я буду писать часть вселенной где находится звезда садр в созвездии лебедя эта звезда считается очень яркой большой звездой по массе превышающий в 12 с лишним раз массу солнца мы в солнечной системе а это значит созвездия лебедя которые довольно далеко от нас и так я собираюсь писать а вы пожелайте мне удачи пока так в качестве фона для тренировки я хочу использовать ультрамарин французский ультрамарин использовать ализарин red красный ализарин и индиго хочу получить такой темно-синий с таким фиолетоватым оттенком фон такой хочу сделать сейчас я подготовлю краски растворитель используя такой растворитель без запаха лак от винсор ньютон и добавлю масло от эмберема масло ореховое масло использую я своей живописи значит тренинг готовлю растворителя 60 процентов и по 20 процентов масло и лак вот у меня тренинг готов сейчас его перемешаю возьмем добавим краску добавим еще получается темный цвет такой то что я ожидал добавляю все индиго сюда понравилось смешиваем так я начинаю наносить краску бисмиллах рахмуррахим вот 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 пожалуй я подмалек почти сделал вот кое-где просматривается слишком ярко свет на свету сильно не очень хорошо было видно я вот теперь увидел через камеру края должны быть потемнее немножко типа винетки не знаю если не получится потом еще раз сверху затушую индигой чуть-чуть потемнее по краям на этом посмотрим ну вот пожалуй немного постоит потом я его большой кистью растушую вот у меня есть такая кисть специальная растушевки я им растушую чтобы его разгладить ввиду того что я немного простыл я отлучился на три часа вот краска заметно подсохла теперь попробую сделать растушевку не знаю как получится ну вот я полностью растушевку сделал но видно в некоторых местах краска по погуще слой потолще некоторых посветлее поэтому потонще поэтому где-то темнее где-то светлее но это как говорится вселенная небо пространство вселенная оно так и должно быть где-то темнее где-то светлее но в любом случае тон у меня кажется еще светловато так что через определенное время когда немножко подсохнет я сделаю еще один слой и тогда у меня уже будет более интересный конечно я сделал немного по периметру темнее чтобы изображение в середине было более ярче так ну что ж пока это отстаивается до определенного времени я буду заниматься акварельной живописью вот чем мне нравится заниматься двумя видами живопись как акварельной так и масляной когда полотно нуждается в выдержке я занимаюсь акварельной живописью когда занимаюсь акварельной живописью я тороплюсь быстрее приступить к масляной живописи вот из одного вида торопишься к другому с нетерпением ждешь когда начнешь заниматься любым процессом а оба процесса мне для меня любимые поэтому человек как-то не как говорится не вступает в ступор изумительные занятия заниматься живописью ну что ж будем ждать пока мы его отодвинем и будем заниматься другими делами и так друзья мои я вот сделал как говорится подмалевок под фон и который имеет немаловажное значение это должно быть более темнее но у меня получилось светлее еще свет падает и тут я явно просматриваются светлые места я писал пишу масляными красками но пока я это все закрашивал на моем дыхании начали действовать пары разбавителя хотя разбавитель у меня без запаха но в любом случае масляная живопись имеет там разбавитель лак я вот готовил тройник это все имеет свои запахи и из них от лака и от разбавителя идет у меня такое ощущение неприятное в области дыхательных путей когда я простываю поэтому я принял решение мне было уже подготовлено писать масляными красками на водной основе это очень хороший выход потому что краски совершенно такие же масляные но честь я буду мыть в воде не в растворителе мыть очищать кисти прополаскиваем а вот в таком растворителе если вам видно внизу у меня емкость с тремя отсеками в первом отсеке у меня вода в которую добавлено жидкое мыло которое очень моментально смывает кисть чистой становится кисть я буду этим не пользоваться в ванном отсеке чистая вода после мыльной воды в чистой воде прополаскиваешь и протираешь тряпочкой или бумажным полотенцем и начинаешь набираешь краску и продолжаешь для этих красок вот у меня допустим я вам покажу это краски кобра я про них делал специальное видео вот краски кобра от нидерландской компании royal talents это такие же масляные краски только кисть смывается водой а в качестве разбавителя можно немножко добавить воду но этим не следует за употреблять основная водная краска изготовлена на водной основе имеет свойство очищать кисти водой вот это самое главное преимущество можно также разбавлять добавлять буду использовать воду медиум кисть драйон медиум 93 вот в такой маленькой емкость я ее буду капать и вот капать и добавлять в краску тогда краска имеет лучший блеск и также быстро сухнет конечно я линейку этой краски пока еще не использовал сегодня впервые начну им пользоваться когда нет простуды я могу спокойно писать масляными красками используя разбавители но когда у меня простывает дыхательные пути простывают мне очень тяжело переносить пары от растворителя и лака так что я вот нашел этот выход которым сейчас пользуются многие художники и 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 возвращаешься и продолжаешь. Конечно, у меня были на это причины. Я уезжал на родину. И за это время, конечно, я не бездействовал. Писал и в пути акварельные картины. И там написал одну картину на Масле. Тоже не полностью завершил. Наверху посмотрите. И сегодня вот настало время мне продолжать эту картину и надо завершить. Итак, я придал более по периметру темный цвет. Обработал паттерны туманности части этой части Вселенной. И сейчас я им придаю живописность. Используя индийскую желтую, желтую светлую и маженто. В трех смесях я вот тут сделал оранжеватый, темно-оранжевый и маженто с оттенками оранжевого. И вот эти сейчас я наношу на более такие части, где я считаю необходимо придать больше живописности. маженто. 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 И вот эти краски отстояться чуть-чуть подсохнуть затем сделаю еще растушевку большой кистью я здесь просто наметил основные звезды еще тут есть масса звезд которые находятся в данном созвездии когда я нанесу все звезды потом начну продавать живописную основной звезде итак я пока даю немного отстояться картине а затем снова буду продолжать таким образом настало время наносить мелкие звезды я тут подготовил немного замеса буду набирать краски на мастике и лайнером номер один буду наносить точки подразумевая звезды наносить мелкие звезды и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...